Всем привет! С вами мастер спорта Михаил Мельничук. И мы сегодня разберем очень смешную, быструю и красивую партию, где белые применили очень красивую новинку, пожертвовали целого ферзя и сумели добиться яркой победы. Итак, это у нас Рига, Латвия, большая швейцарка. Второй тур и белыми играет россиянин предки Александр против узбекского гроссмейстера Якубов Надербек. И перед началом видео вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Буду всем очень благодарен. Ну а мы приступаем к просмотру. Значит, предки Александр играет d4, конь f6. И у нас с дебюта получается старая индийская защита. На высоком уровне довольно редко сейчас ее применяют. Ранее играл Каспаров, также потом играл Раджабов. Ну и не очень много шахматистов с топ-уровня ее применяли. Но, тем не менее, значит, слон g5 довольно интересный вариант. H3 слон g5. То есть, пока белые не выводят коня. Тут есть своя идея, есть план в будущем атаковать на королевском фланге. Значит, и в этот момент Якубов Надербек сыграл конь c6. Не самое популярное продолжение. То есть, черные чаще отвечают c5, конь bd7, конь h6 и, ну, конь c6. То есть, Надербек делает ставку на подрыве e5 и захватит центр. Конь f3. Ну, теперь мы видим, что черные не могут связать коня. То есть, ход h3 пригодился. Черные играют h6. Слон e3. Re5. d5. И вот тут интересный момент. До этой партии большинство шахматистов, которые получали эту позицию, играли конь e7. Переходя в такую классическую староиндийскую защиту. Но, тем не менее, там у белых ферзь d2, g4. То есть, у белых назревает атака на королевском фланге. И, видимо, молодой узбекский гроссмейстер хотел сразу с дебюта получить инициативу. И решился на довольно интересное продолжение. Но, как оказалось, не самое лучшее. Ход конь d4. Идея заключается в том, что черные дают пешку на d4. Но получают контр-игру. Так еще играл Кадак Каспаров в страндийскую защиту. Вот в похожих вариантах он применял. Он скидывал пешку на d4. Но потом получал двух слонов, преимущество двух слонов, скрывал игру и получал компенсацию, играя черными. Но здесь же конь d4, ход не самый сильный оказался. Значит, Александр забрал коня, черные забрали. Ну и, видимо, на дербек рассчитывал на ход слон d4. Потому что, как бы, очевидно, что ферзя не хочется ставить на d4. То есть, идея была на дербека какая? На ферзь d4 сыграть конь g4. По отбоям ферзь слон. Ферзь отходит. Там удар-удар. f5. Мы видим, что черные полностью контролируют черные поля. Оппоненту черного слона оппонента нету просто. Ладья е8. Ну, компенсация у черных очень достойная. Я считаю, что даже перспективная позиция у них. Но мы давайте посмотрим еще второй вариант. Также тут слон d4 ничего не дает. Потому что черные нехитрым ударом. Комбьют е4. Отыгрывают пешку. Ничего здесь у белых нет. На коне е4 последует интересный маневр. Ферзь h4. Нападение на коня. Если белые бьют на g7, последует промежуточный шаг на е4. Также ферзь е2. Размен-размен. Король g7. И можно соглашаться на ничью. Полная симметрия. Точнее, не симметрия. Но позиция настолько упростилась, что играть там нечем. Также здесь не помогает g4. То есть, спасти коня не удастся все равно. Ладья е8. С той же идеей выиграть коня. И на слон g2 последует интересный ход слоны f5. Конь также сам теряется. Если белые еще примут еще одну жертву, тогда вообще проиграют. Последует ход ладья е4. Взяли-взяли. Король d2. Ферзь d4. Ну и несмотря на лишнее качество белых, конечно, черные тут быстро заматуют белого короля. Поэтому сюда эти не стоят. Ну а также, если на слон f5 играть ферзь d3. И он тут ферзь d3. Черные могут сбить, сбить, сбить и f5. Ну и, соответственно, после того, как они отыграют слона, перевес будет у них. Потому что черные будут владеть линией. Также инициативой. Поэтому, вроде бы как, после еd все хорошо у черных. Но последовал ход ферзь d4. То есть, неужели Александр сдает черные поля и идет на эту... Принимает эту жертву пешки. Конь g4. Логичный выпад. Но вот здесь вот вместо отступления ферзь d2 банального, при котором у черных действительно очень достойная компенсация, отличная игра, Александр применил новинку. Наверное, посмотрел компьютерный анализ. Потому что компьютер как раз выдает этот ход. Значит, он забрал коня. Он жертвует ферзя всего лишь за две легкие фигуры. За коня и слона. Но давайте посмотрим. Слон d4, слон d4. Проблема черных заключается в том, что у них очень слабый король. Очень слабые черные поля. Слабая пешка на h6. И, конечно же, страдает развитие. Пока не чувствуется этот лишний ферзь. Потому что нету таких открытых линий в диагонали, по которым он бы мог разыграться. Слон d4. И уже в этот момент на 13-м ходу на дербек делает ошибку. Он сыграл король h7. Но также позиция здесь уже довольно непростая. То есть лучшее продолжение здесь было это ход f6. На что белые забирают пешку. И черные могли бы попытаться побороться за линию h. Чтобы потом хоть какую-то игру получить. Но здесь у белых есть несколько продолжений. Можно, конечно, повторить позицию. То есть взять напасть. И черным слону тут играть негде. Они должны повторять. Но я думаю, что на этот момент все-таки если Александр был готов и он эту жертву дома проверял, то, конечно же, он знает, что тут ход g5 приносит белым. Ну, если не победу, то большой перевец. g5 идея пока не пустить. Ладью на h8. Тут у черных есть два хода. То есть можно бороться за линию, но тогда последует ход слона f6. Кстати, ладья h8 сильнейший ход. И черным ничего лучшего не предложить, чем просто отдать ферзя обратно. То есть ферзя f6, gf, ладья h6. Белых тут много выбора. Можно f4 играть. Но сильнее же продолжение a4, a5. То есть белые пока захватывают пространство на ферзьем фланге. И, конечно же, огромный перевес у белых. То есть несмотря на то, что у черных лишнее качество, но за две пешки, так что на доске материальное равенство, но давайте посмотрим, да, белые владеют центром, белые владеют сильной пешечной структурой, которая впоследствии будет надвигаться вперед, и у черных будут большие проблемы. Игры у черных абсолютно никакой нет. То есть есть линия, но нападать там не на кого. И белые будут захватывать пространство дальше, король будет подходить к центру, и белые медленно будут мучать черных в окончании. Ну а если на ход g5 здесь черные будут бить пешку, думаю, шахматист, скорее всего, не будет отдавать ферзя назад, он заберет пешку. Но тогда последует трекировка. Ну и теперь черные не могут за эту линию бороться, и они быстро погибают. Конечно, тут они могут стоять на месте, но у белых есть простой план. То есть сыграть слон d3, ладья h1, и там ладья h7 в шах, e5 вскрыли, слон g6 и поставили мат. То есть черным тут довольно сложно что-то предложить, поэтому черные должны как-то дергаться, например, ходом c5 пытаться сразу убрать слона с большой диагонали. Ну удар на проходе следует. И, конечно же, белые здесь играют c5, не дают прогнать своего слона, и также второго оппонента выдвигают на c4 с сильной атакой на черного короля. Например, слон e6 взяли. Ну тут чуть ли не форсированный вариант. То есть черные берут, белые дают шах. И вот здесь очень красивая ловушка. Если кому интересно, ставьте на паузу и подумайте, как здесь можно белым сыграть. Я продолжаю. Значит, сильнейший ход здесь конь b5, который добивает черных. Грозит концу 7. Черным надо принимать эту жертву. Следует шах. Слон d7. Ну на король d8, очевидно. Слон отступает куда-то вбок, теряется ферзь. Поэтому слон d7. И после всех-всех разбенов слон g7, скрытый шах. Белые отыграют все, но владельное окончание безнадежное для черных. Белых две лишние пешки. Так что, как мы видим, позиция черных уже очень неприятная. То есть даже сильнейший ход f6 дает худшую игру. То есть, скорее всего, получится вот это окончание, которое я показал. Без качества первым вариантом. Но и тут, конечно, черных позиция не сахарная, скажем так. Значит, ну на дербек сыграл король h7. Человеческое решение. Защитить пешку. Защититься от комат-мата. Слон e2. f5. Взяли-взяли. Владя h5. Конечно, белые будут сдваиваться. Черный король очень слабый. Мы видим два очень мощных слона у белых. И черным тут спастись довольно сложно. На дербек хорошо защищался, но это ему не помогло. Король g6. Король d2 сыграл Александр. Ну, можно было бы сыграть слон d3. Но король d2 логичный ход. То есть, убрать пока короля с открытой линии. И подготавливать сдвоение лади по линии h. Потом, чтобы забрать пешку и поставить ма. Значит, последовал ход fg. Ладя h1. Слон f5. Ладя h6. Король f7. И ладя h5. Вот тут, кстати, Александр немножко придешевил. Тут выигрывает очень такой интересный, смешной вариант. Несмотря на то, что у черных пока вот лишний ферзь за две фигуры. Кажется, ну, не надо меняться. Надо идти в атаку и надо добивать черных. Но надо вот поменять одного защитника. Вот этот слон все-таки контролирует поле h7. И вот банальный, простой ход слон d3 ведет к простой победе. Ну, например, слон d3. Надо бить. Иначе как играть? Король d3. И мы видим, что этот черный король просто одинокий. Некуда спрятаться. Даже если он пытается убежать, белые тут красиво его настигают. Конь e4. Подвод коня. Далее шаг. Слон f6. Очень красивый ход. Очень красивый маневр. Вы удивитесь, но этот слон сейчас заберет пешку на d6. Нельзя тут черным бить ладя f6. Ввиду того, что белый заберут. Ну, понятно. Грозит ладя h8. Ферзя не спасти. Ну, а на взятие, соответственно, черный распрощается с ферзем и потом еще и ладью проиграют. Поэтому черный ферзь уходит. Далее слон e7. Если ладья куда-то дергается, слон d6. Мы видим, что просто белые будут сейчас сносить одну пешку. Потом наступит известный прием мельница. Ну, и черные просто потеряют все фигуры свои в будущем. Так что белые вот тут своими фигурами просто зажимали бы черных. Это было бы вообще очень красиво. Но, тем не менее, Александр сделал человеческий ход ладя h5. Король e7. И вот тут, вот с этих, в этот момент, как бы, Александр играет не самым точным способом. Опять же, то есть, надо было играть слон d3 с той же самой идеей. То есть, менять этого слона. И белый потом подводит фигуру и мотует. Ну, конь d1. Такой вот перевод коня на e3. c5 последовал. Слон c3. Король d7. Конь e3. Несмотря на то, что в какой-то момент черные, ну, уже, ну, не уравняли. Но позиция у них стала прям, ну, не такая уже безнадежная. Но, тем не менее, Александр приветствий не выпускал он никогда. То есть, победа была у белых всегда. Слон g4 ша. Король c7. f3. Да-то, по мнению компьютера f3, там не самый точный ход. Надо было там напасть король c1. И потом на слон g4 f3. Но это не суть важна. Можно просто посмотреть эту позицию за черных. И вы поймете, что ничего умного предложить вы не сможете. Ни одного интересного хода нет у соперника. Просто вот можно ферзем ладьей играть. Нападать не на кого. Шах f3. Ферзь e8. Ладья h1. Александр просто идет за слоном. Слон g6. Уходит слон. Ладья e1. Становимся под рентген. Ладья g8. Слон e6. Александр запускает фигуры. Возвращает ладью. Ладья e8. Ладья h4. Неспеша подводит фигуры. Ну и в этот момент узбекский гроссмейстер просто не выдержал. Потому что ходов интересных никаких нет. Ну надо было терпеть. Ну тогда может быть белые бы еще и пешки как-то повели бы вперед. Но не выдержал. Отдал ладью. Но это не помогло. Последовал d1. Появился еще шах на d5. Ну и конечно же вилка. И после ферзи e7 ладья g4. Узбекский гроссмейстер сдался. Ну ввиду того, что просто теряет все фигуры. То есть даже если тут забрать пешку. Ну все равно не помогает. Взяли-взяли. Соответственно потом взяли на d6. И конечно у белых лишний слон. Лишняя пешка. И выигранная позиция. Вот такая вот интересная партия. Интересная дебютная разработка за белых. Так что берите на вооружение. Кто играет против сторондийской защиты. Вот варианты земеша. Всякие удары. Вот можно иногда и пожертвовать ферзя. И получить такую интересную игру. Вам если понравилась партия ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Буду всем очень благодарен. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok